Старый базар, место, где найдется все. А вот в какую цену это обойдется, расскажу вам я, Лидия Романченко. Лидия Романченко. Такого мощного корня. Все силы и пользы идут в лист. Особенно много в нем витамина К, который влияет на свертываемость крови. Есть и витамин А, ответственный за здоровье волос, кожи, иммунной системы и зрения. А еще магний, железо, калий и марганец. Мангольд – прекрасное средство профилактики анемии. При этом килокалорий минимум всего 19 на каждые 100 граммов. А простор для меню Мангольда безграничный. Это очень вкусный салат Мангольд. С ним можно и голубцы делаются, салаты делаются, украшают. И борща зеленую варят. Да, очень. А целиком используют вместе с ножками? Да, можно, пироги можно делать с ним. А ростовчане Мангольд распробовали, а ведь еще год назад относились к нему с недоверием. Несмотря на жесткий вид листьев, текстура у этой мясистой зелени нежная. Кто-то говорит, по вкусу похоже на шпинат, но есть свой сладковатый оттенок. А учитывая невероятную пользу для организма, и цена сладкая. Большой пучок 100 рублей. Кто-то маленький хочет, пополам делю кому-то. Еще одно сходство со шпинатом. Мангольд прекрасно поддается как обработке, так и заморозке. Но в отличие, зеленого собрата не теряет в объеме, попав на сковороду или в кастрюлю. Однако горячим блюдом немолодые листья могут придать аромат свекольной ботвы, так что выбирайте пучок помоложе. Можно заготовить мангольд на зиму, но куда полезнее прийти на рынок за свежим пучком. Тем более, что эта зелень не пропадает с прилавков всю зиму. Раз уж мы вспомнили о корнеплодах, есть среди них королева. И дело не только в золотом наряде. Репа до 19 века была основным продуктом питания после хлеба. Ее недаром называли матерью русских овощей. Пока Петр Первый не привез в нашу страну диковинную картошку, а Николай Первый не обязал народ ее выращивать, на столах заправляла репа. Никто не может точно сказать, когда ее впервые подали на обед, но не урожай этого ценного на Руси корнеплода в былые времена был страшнее стихийного бедствия. Из репы делали множество блюд – супы, похлебки, каши и пирожки. Ею фаршировали гусей и уток, ее квасили и солили. Разве что компот не варили, а вот квас делали. А еще давили масло. Большим деликатесом считалась вяленая репа, напоминает сухофрукты. Хлеб, крупа и репа – три столпа меню тех лет. Недаром репки-кормилицы посвящены многие русские сказки. Кстати, репа была действительно народным продуктом даже по цене. Жаль, что те времена давно прошли. Цена репы не меняется всю зиму. Ноябрьский урожай застолбил сотку за кило. К слову, те же 100 рублей продавцы просят и за речку. Корнеплоды всегда идут пучком в одном ценовом коридоре. Предыдущая цена в полтора раза выше и принадлежит октябрю прошлого года. Почему королевы из стола сделали именно этот корнеплод, догадаться проще паренной репы. Она неприхотлива, легко выращивать хоть по два урожая за сезон, можно долго хранить, включая в рацион круглый год. Но самое главное в репке – много пользы. Тут сказались родственные связи с крестсалатом и капустой репы из того же семейства крестоцветных. Они известны своим богатым на витамин С нутром. Помните сказку про вершки и корешки? Так вот, медведь не прогадал, в листьях репы, особенно салатных сортов, витаминов и минеральных солей, даже больше, чем в корнеплодах. Кроме того, репа – природный антибиотик, тормозит распространение грибков, способных навредить организму. Своих свойств овощ не теряет даже в замороженном виде, а хранится так больше года, если оставить при комнатной температуре, пролежит неделю, в холодильнике – месяц. Огорчить кулинара может только специфическая горечь, но и она не повод отказываться от полезного корнеплода. Замочите репу в кипятке минут на 5-7 и можно делать пюре, добавлять в суп или кашу. А если планируете есть репу в свежем виде, нарежьте кусочками, присолите и оставьте, пока не пустит сок. Вместе с ним уйдет и горечь. А вам останется только яркий вкус и безграничная польза. Голубцы или фаршированные перцы, сладкая каша или молочный суп, ризотто или более близкий нам плов. Чтобы вы не решили приготовить к столу, вы не сможете сделать это без риса. За ним мы отправимся на Старый базар, заодно узнаем, как выбрать рис для идеального блюда. В Азии считается, у кого больше риса, тот богаче. На Старом базаре этого богатства полно, причем на любый вкус, цвет, форму и текстуру. Вытянутые круглые зернышки с полосочками и окрашенные целиком. И не зря старалась в разнообразии природа. У каждого сорта свое предназначение. Если рис хотите для плова, возьмите его нешелифованно. Это Средняя Азия, она нешелифована. Тут полосочки красные. Таджикистан. А если можно, еще круглые. А это просто водить чуть-чуть больше берет. И будет она рассыпчатая. Это специально для плова. Самым ценным сортом для плова считается дивзирата, что окутана нежно-розовой пудрой. Есть еще лазер с длинными зернами. Оба сорта любят воду, поэтому перед отправкой в казан их надо хорошенько выкупать. Эти надо перед варкой замачивать. И вот 5-10 теплой воды. Потом его надо промывать. 3-4 раза в холодный воду. А потом в конце будет в казан и сверху водичку. Какие идеальные пропорции воды и риса? Ну, один к двум. При соблюдении всех условий плов получается, что называется, рисинка в рисинку. А если хотите сменить палитру вкуса и цвета в сторону орехового, присмотритесь к красному рису. Он для плова тоже отлично подходит. А вот для супа или роллов лучше брать очищенный рис вроде круглозерного краснодарского. У него и время готовки меньше, и водные процедуры проще. Вот она, видите, она чистая. Это больше идет для супа и для роллов. Не каждый продукт может похвалиться своей эталонностью. А вот рис запросто. Его проходное зернышко умудрилось стать мерой веса, имя которому – аруза. Одна аруза равна примерно 186,010 граммам. Такая точность на вес золота. Но мы больше привыкли все мерить килограммами, ну или рублем. Рис к рублю укрепился с нового года, как не пытались продавцы сдержать цены. Сейчас килограмм риса не купить дешевле, чем за три сотни. Это будет, например, та самая нешлифованная с полосочками круглозерная чунгара для плова. Длиннозерный лазер обойдется от 300 до 320 рублей. По 320 отдают и кило красного риса. Но и это не предел дивзира. Уже 350 за кило, а более редкие сорта для профессиональной кухни обойдутся еще дороже. Самым полезным считается именно нешлифованный рис. Ведь вместе с оболочкой остаются полезные пищевые волокна, витамины и минералы. Именно его советуют есть тем, кто решил похудеть. Но если вы не представляете свою тарелку без именно белого риса, восполнить утерянную с оболочкой клетчатку помогут овощи и зелень. А похудение будет заметнее, если рис не добавлять вовсе. Все-таки 360 килокалорий на 100 граммов. На этом все. Чем еще порадуют старобазарные прилавки, расскажу через неделю. Увидимся!